Лучше всего о них, я думаю, расскажут члены их команды. Поэтому, пожалуйста, внимание на экран. Решительная, энергичная, генератор идей, сердце и душа нашей команды. Непревзойденный аналитик, обладающий глобальным видением, автор бестселлера, европейская зарплата в Арифлейм, мифами реальность. Мыслитель, мозг организации, отец большого семейства, открыватель нового. Девчина-села, мотиватор, показавший путь огромной организации. Это наше солнце, спонтанное, щедрое, фонтан чувств, море эмоций, мудрая мать пятерых детей. Фраза Лены «Я иду на бал» разбудила давние мечты. Банкеты и конференции прочно вошли в мою жизнь. Сегодня мы живем нестандартной третий. Разменяв шестой десяток, сели за руль своего автомобиля. Пошли на байдарках и в горы. Занимаемся цепом и тази. Забылась мечта одеваться за границей. Я из простого каменщика стал индивидуальным предпринимателем. Из пешехода автолюбителя. Желаю вам стать организацией номер один по потреблению «Велмос» в России. Желаю вам в 2013 году стать исполнителями директорами. Желаем вам, дорогие Юра и Елена, стать первыми президентами на Белгородчине. А мы вам в этом поможем. Дорогие господа, приветствуем из города Старый Оскол дважды приятного директора Елена и Юрий Мамбройченко. Дорогие господа, приветствуем из города Старый Оскол Добрый день всем! Мы вас приветствуем на этом мегаформе мечты! АПЛОДИСМЕНТЫ Мы, Лена и Юра Мандрощенко, из города Старый Оскол, дважды бриллиантовые директора Белгородская область. Это небольшой городок промышленный, 200 тысяч населения. Для нас «Рифлейм» — это не просто зарабатывание денег, не просто карьера, это сама жизнь. У нас действительно пятеро детей, четыре девочки и мальчик. Им сейчас 3, 6, 9, 12 и 22 года. Почти полная карьерная лестница успеха «Рифлейм». АПЛОДИСМЕНТЫ И мы не какие-то особенные. В нашей структуре очень много людей и лидеров с маленькими детьми. Так, например, они нас повторяют не только в бизнесе, но и в жизни. И у Ядрышниковых, старших бриллиантовых директоров Марины с Владом, и у Сапфировых директоров Ольги и Валерия Машинской по четверо детей. Семьи, хлопайте, хлопайте. Семьи, у которых трое, двое в нашей структуре является нормальным. И нам дико слышать, когда кто-нибудь жалуется и говорит, что дети мешают развитию бизнеса в «Рифлейм». Это не вопреки. Это благодаря тому, что у нас пятеро детей, мы имеем свое звание, и мы стоим сейчас на этой сцене перед вами. АПЛОДИСМЕНТЫ А когда мы начинали, мы были простая среднестатистическая семья, папа, мама, ребенок. Жили мы в малогабаритной двухкомнатной квартире 33 квадратных метра, с окнами, выходящими на городской морг. Сейчас мы живем в своем собственном доме, в который переехали в прошлом году, и который построили исключительно на деньги «Рифлейм». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Там много комнат, три этажа, и один только зал занимает в два раза больше по квадратуре, чем наша первая квартира. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вы только представьте себе, какое удовольствие можно получить от обыкновенного завтрака, который вы принимаете на траве, под открытым небом, у себя дома, в вашем собственном доме. И еще из окон нашего дома виден шикарный сосновый лес. Мы там часто гуляем с детьми, ходим на трекинговых палках и наслаждаемся красотой этого леса. Ведь он от нас всего лишь в 100 метрах. И, ребята, мечтайте, желайте, действуйте. Я вам рекомендую, у вас все получится так же, как получилось у вас и у нас. Мечтайте, желайте, делайте, у вас все получится. АПЛОДИСМЕНТЫ Какие же мечты у нас были в бизнесе? Мы с Леной быстро, когда начинали, на третий месяц вышли на уровень директора и начали посещать все мероприятия Арифлея. Тут вывести кого-нибудь из своей организации у нас не получалось. Наши люди говорили нам, а что ехать? Вы приедете, все расскажете. Долгих полтора года мы ездили сами и с тоской смотрели на других лидеров, которые выезжали со своими командами, которые общались, фотографировались. И вы знаете, вот тут тогда у Лены родилась мечта. У женщин это так, назло и вопреки. Даже если не получается, мы все равно будем выезжать командами. И выезжать мы будем вагонами директоров и менеджеров. И на это мероприятие из нашей организации, из нашей Белгородской области выехало почти семь сотен человек. Это почти каждый десятый здесь присутствующий. Спасибо вам огромное. На одном из мероприятий Арифлейн мы с Леной стали свидетелями с такой сцены. Подходит к элит перфильму молодой человек и спрашивает. Илья, а можно с вами сфотографироваться? Я ваш золотой директор в шестом поколении. Лена отзывает меня в сторонку. А как это золотой директор в шестом поколении? Вы знаете, захотелось. Захотелось работать так, чтобы это у нас уже были золотые директора в шестом поколении. Чтобы к нам подходили и спрашивали. А можно с вами сфотографироваться? Мы ваши золотые в шестом поколении. И началась работа. Спасибо. Началась работа, работа, работа. Встречи, встречи, встречи. В конце прошлого года я взял распечатку своей структуры и решил нарисовать их на листе. И вы знаете, я с большим трудом уместил всех своих директоров на одном слайде. И там они представлены маленькими крючочками. И если вы сможете заветить, у нас золотые сейчас есть не только в шестом, но и в восьмом поколении. А просто директора в четырнадцатом. И вы знаете, получилось это у нас, получится это у вас. Если это будете ставить такие цели и двигаться к ним планомерно и непрерывно. И опять же, повторюсь, как сказала Лена, мы не какие-то особенные. Нас повторяют, наши лидеры нас повторяют. Например, наши новые сапфировые директора Алла и Виктора Логачёвы. В прошлом году Виктор, Виктор, он всю жизнь отпахал добросовестно на чёрную металлургию и вышел на пенсию. Какая жизнь у пенсионеров? Дача, рыбалка, внуки. Но у Логачёвых уже был Орифлейм. И Виктор на своё 60-летие пошёл учиться на права, получил их. А в прошлом году из салона они купили новый джип. И вы знаете, я перефразирую слова, знаменитые слова Ноны Мордиковой из фильма «Бриллиантовая рука». Наши пенсионеры в булочную на джипах ездят. Здесь я не могу не упомянуть о нашей знаменитой серии «Велнос». Очень много людей получили результаты, очень много людей благодарны компанию «Орифлейм» за эту серию. Но я сейчас за другом, потому что сейчас весна, и очень многие дамы хотят сбросить лишние килограммы. Очень многие дамы хотят выглядеть красивее, поэтому садятся на диеты, поэтому морят себе голодом. Но неразумно, есть более комфортный и правильный путь, это путь свой у нас. Посмотрите, как осуществили мечты наши девчонки. Они смогли? Все смогут. И есть еще одно. Последнее время я откровенно часто слышу разговоры, что стало сложнее работать. Что конкуренты достали, что рекрутировать некого, все уже в «Орифлейм». Знаете, все собачки, все кошечки в «Орифлейм». Приглашать некого. Но спросите у Сергея Яркова, а ему легко? Это парень инвалид с детства. У него не работают ни руки, ни ноги. Он передвигается в валидной коляске, но у него светлая голова. И он создал лучший сайт в нашем регионе. А в 15-м каталоге прошлого года он стал новым старших менеджером. И сейчас он благополучно выполняет квалификацию директора и, между прочим, улучшает свой сайт, чтобы он уже работал на всю его организацию, на всех лидеров. И знаете, это пример, его пример, это пример всем нам, что сейчас можно и нужно расти. Сейчас можно и нужно добиваться успеха в компании «Орифлейм». И еще. Очень многие люди заблуждаются, называя компанией «Орифлейм» косметической. Ну или компанию, где можно заработать денег. Все это, конечно, верно. Но это не главное. Главное – это то, что компания «Орифлейм» – это компания по выращиванию лидеров. И в первую очередь лидерство в себе. Замаскированная компания по производству и продаже косметики. Всем удачи, стремительного у вас роста, новой эры вместе с компанией «Орифлейм». И давайте все вместе выведем «Орифлейм» на первое место. И не будем долго ждать о ближайшие годы. Вау!